Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Александр Твердовский и далее о том, что случилось в городе и области сегодня 9 ноября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Водитель не успел среагировать, когда пожилая Мичка внезапно вышла из-за стоящих автомобилей. Пострадавшую увезли на скорой. Еще один наезд на пешехода произошел на улице Леонова. Здесь 37-летняя Мичка Накия сбила на зебре 14-летнюю школьницу. Пострадавшей понадобилась помощь врачей. А на пересечении проспекта Королева и улицы Березовой Лада 15-й модели сбила пешехода. Удар был такой силы, что у машины разбито лобовое стекло. Движение на этом участке оказалось парализовано на длительное время. Также на Королева случился автомобильный замес с участием Лады 10-й модели и кареты скорой помощи. О пострадавших пока неизвестно. А на улице Ватутина рано утром мамичи наблюдали лежащее у дороги тело. Сначала автолюбители предположили, что здесь сбили человека, но, как потом выяснилось, пожилая женщина скончалась от остановки сердца. Омские следователи по горячим следам раскрыли убийство мужчины в съемной квартире на проспекте Мира. Предварительно установлено смертельный удар в сердце потерпевшему нанес его друг. Выйти на подозреваемого удалось благодаря видеозаписи, которую сделал хозяин жилья. Подробности расскажет Юлия Думанова. Все произошло в этой съемной квартире по проспекту Мира. В гости к потерпевшему пришли двое – приятель и его сожительница. Вместе выпивали. А после у мужчин завязалась драка. Дама пыталась растащить заклятых друзей. Но у нее это не получилось. По данным следователей, в ходе перепалки девушка поранилась ножом, который лежал на столе. Приятели же не обратили на нее никакого внимания и продолжили выяснять отношения на кулаках. Ссора произошла между мужчинами на почве в службе в армии и приоритета видов войск над другими. Наносил удар руками? Да, бил внизу, порегом. Все хотел в печень попасть. А ты возьму как противодействовать? Я сюда уперся рукой, протянулся. Второй рукой сюда. Получается, схватил нож. Обвиняемый нанес своему другу только один удар – в сердце. Тот скончался на месте. Крики из квартиры услышали соседи. Они позвонили хозяину жилья. Приехавший хозяин квартиры постучался в дверь. Ему открыл незнакомый наш обвиняемый, который предложил ему зайти в квартиру, не объясняя причин. Хозяин квартиры не зашел в квартиру и вышел из подъезда. Стал ожидать, когда незнакомые лица покинут квартиру. Когда у нас обвиняемый вышел из подъезда, хозяин квартиры не заснял это на видео, в том числе и лицо обвиняемого. После чего зашел в квартиру и обнаружил труп. Благодаря видеозаписи следователям удалось выйти на обвиняемого. Его задержали в тот же день. Известно, что он нигде не работал и ранее уже был судим за грабеж. Сейчас за убийство друга ему грозит до 15 лет лишения свободы. Потерпевшему был 31 год. Сегодня ночью в городе произошло два крупных пожара. Так, в Кировском округе на 4-й Любинской горела частная гостиница. Огонь подходил к бане и магазину. На месте работали 24 спасателя на пяти машинах. Площадь очага составила почти 200 квадратных метров. Со стихией боролись 4 часа. Причины возгорания пока устанавливаются. А в Ленинском округе на улице Демьяна Бедного полыхала автомойка, станция техобслуживания, парикмахерская и кафе. Пожар тушили 8 расчетов. По предварительным данным, огонь возник в результате короткого замыкания. Перед началом тушения электрики на столбах обрезали кабели, подходящие к объектам. По словам очевидцев, огонь уничтожил все предприятия. Завтра российские полицейские отметят свой профессиональный праздник. Герои нашего следующего сюжета – специалисты экспертно-криминалистического центра. Эти люди определяют, какие напитки можно употреблять, а какие лучше вылить. Как встретить праздник и не отравиться, расскажем в сюжете. Специалист проверяет только две бутылки из партии. Этот алкоголь накануне изъяли в одном из киосков Октябрьского округа. Эксперт вначале осматривает продукцию в жидкости посторонней частицы. Маленькие белые крупицы видно при встряхивании. Эксперт изучает этикетку, проверяет дату розлива, штрих-код и соответствие состава ГОСТу. На представленной бутылке не имеется дата розлива, которая должна указываться по ГОСТу. Также указан старый ГОСТ, не действующий. Продукция отправляется на химическую экспертизу. Заявленный объем напитка – пол-литра. Специалист переливает жидкость в мерный стакан. Объем соответствует заявленному. Эксперт проверяет крепость напитка. Часто производитель, чтобы сэкономить, занижает показатель. Этот случай – не исключение. 33 градуса при заявленной крепости в 40. Мы берем 25 миллилитров исследуемой жидкости. Далее жаркая работа, анализ состава напитка проводит его вот эта машина. Температура в ней 300 градусов. Из-за этого постоянно душно и в самом помещении. Результат отражается на графике. Данная продукция содержит опасные вещества, поражающие нервную систему. Метанол, но в пределах нормы. Старший эксперт ЭКЦ за свою работу повидала много нарушений. В алкогольной продукции периодически у нас мы видим посторонние частицы. Такие, как волосочки, частицы металла, мухи. Что сказывается также на качестве алкогольной продукции. Что не должно соответствовать ГОСТу. ЭКЦ занимается экспертизами только в рамках уголовных дел. Так, в октябре сотрудники полиции в Октябрьском округе изъяли на оптово-розничной базе 13 тысяч бутылок алкогольной продукции на сумму более 4 миллионов рублей. 35-летний предприниматель продавал напитки якобы известных брендов и в розницу, и оптом. С помощью экспертизы удалось доказать – продукция – подделка. Сейчас уголовное дело передано в суд. Грозит продавцу до 6 лет лишения свободы. Еще одну партию спиртного сомнительного качества в августе полицейские изъяли в киоске «Горячее питание». Информация о том, что помимо еды здесь продают горячительное, поступила от местных жителей. Всего обнаружили 41 бутылку контрафактного алкоголя. В экспертно-криминалистическом центре отмечают – поддельная продукция чаще всего встречается в ларьках и киосках. С каждым годом злоумышленники придумывают новые способы обмануть потребителей. Увидели полную туналеву одинаковую, увидели ровно наклеенные этикетки. Автомат не клеит их неровно, на них нет каких-то отрывов. Обратите внимание на колпачок, потому что в данном продукте колпачок свободно вертится. Еще иногда бывает, что при вскрытии он не открывается. И уже сейчас происходит, что жидкость выливается. Полицейские обращаются к жителям. Если вам известны случаи торговли контрафактным алкоголем, информацию можно сообщить по телефону 02. И на сегодня это были все чрезвычайные новости. Если вы что-то пропустили, выпуски нашей программы всегда доступны на сайте «Антенна-7», а также в группе «Жесть» в ВКонтакте. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова